Друзья, в этом видео мы пробираемся через зарослы и заброшенные цеха. К ангару с заброшенными пожарными машинами. По пути нашли еще помещение с забытыми артефактами. Заваривайте чай, садитесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну да, там с этим сидеть. Сейчас. Все тут уже попало. А, нет, мы вот в этом мелком, короче, да, точно нам в этот большой попасть надо. Все правильно. Да, уже все подраздербанено. Мы тут, конечно, на небольшом палеве. Да, поэтому быстренько фотографируем, снимаем и уходим. Но, еще раз повторюсь, мы ничего сами не ломали. Зашли в открытую дверь. Дедка, ершка. Давай. Мало. А? Пол бы не дало, я еще не снимала. А, ну давай-ка. Раз, два, три. Алло, пол бы не дало. Фу, фоточка тоже здесь какая-то старая. Не повесе. Я здесь еще первый. Ммм, это новее немного. Каталог единичных расценок на строительную работу в эстонской СССР. Лучка, эти очки нашел. Пак с писанием материалов и мониторя. А, помнишь, такие карты, чтобы помнили? Пенс-снайк. Да, 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 помню, помню. Было дело. А я как раз искал все новые очки. В том, что свои потерял одни на забросе. Вот. Заброс забирает, заброс дает. Заброс он и порет, и кормит. Да, мы, кстати, на каком-то забросе нашли коробочку печенек, чаек. Потому что, в принципе, если бы там было бы электричество, хотя мы не проверяли, то можно было бы чай заларить. Так, все намного лучше сейчас выходить через эти хустыни. Бедная красавица. Все в белом, а вообще не куда-то в джунгле. А что-то тут западочка, походу, была какая-то. Так, скажи мне, зачем ты красавицу в джунгли затащил? Я? Да. Нет, это не я, она сама. Мой, третий, ребята, как забросла вся постройка. Просто в джунгли. Кстати, тут кто-то ездит. Причем следы не определить даже, какие. Свежие или старые. Эпичненько, конечно. Вот так вот. Каня, а вот, айди, вот, и пословозный светосолнечного. Вот так вот природа берет свое. Так, что там дальше? Чувствую, как паучок. Вечер получил. Есть такой, да? После отсутствия к паукану. Только давай ты не будешь говорить, что ты его сейчас распылишь. Нет, еще я просто хочу посмотреть, какого у него года-соргодного цвета. Ой, давно. Перед нужным нам ангаром столкнулись с охраной. Их машина ехала по территории. Мы напряженно выжидали несколько минут. Пока они не уедут и решительно проникли внутрь. Давно я хотел сюда попасть, я здесь не был, видел столько фотографий. И наконец-то мы тут. Вот эти легендарные пожарные машины. Билет уже намного-намного больше, чем мне. Они не имеют никакого ткань. Карага. Каждая. Каждая. Здоровый. Продолжение следует... 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 в бак решил залезть тут шланги по идее или я не знаю что там хоронилось если кто знает для чего вот эти вот там пусто да для чего эти штуки пишите а вот тут весен тогда по ходу шланги закрыт кто-то работал на таком автомобиле напишите куда наши вспомнить можно а Ланатов мало, конечно. Молодец, ланатов, конечно. Есть зажигалка. Хочешь тут прям покурить? Да. А что, в женской сумочке не нашлось зажигалку? Какой кошмар. Нашлась. Друзья, после того, как мы вместе с вами осмотрели пожарную машину, наш оператор, как обычно, выключил камеру. Мы решили выбраться с территории, но ухода нас уже поджидала охрана. Завязался разговор. Где мы объяснили, что мы не вандалы, а сталкеры. Рассказали, что пришли просто пофотографировать и снять видео для истории. Охранник понял нас, попросил сделать общую фотографию на память и отпустил. После этого мы вернулись к машине. А впереди вас ждет еще немного кадров, где мы заглянули в кафешку, вкусно перекусили и пообщались. Немного выгоднее. Мы у него на территории пофотографировали, он у нас просто. Ну да. Мы фотосет, мы модельки. Да. Когда он первый раз ехал, я не знаю, с сыном или с кем, с молодым, он на тебя оценивал. Меня? Ну конечно. Ну не надо. Он оценил на все 100 с 10. Самое главное, что человек оказался адекватным, ничего нам не сказал, в принципе, сказал, что больше не приходили, а мы все, что хотели, мы уже сделали, сняли, пофотографировали. Поэтому. Потеряли главного сталкера нашему. Заброс забрал его. Блин, на самом деле это парень, когда приезжают на Зенгель, пошли вон отсюда, как бы по-доброму. А у вас было четыре, а выходит трое. Ну как бы поменялись, сначала же, то он это тоже, походу, я не знаю, видел, не видел, но это такой экшен. Пришлось побегать, правда, да. Да. Даже место. Ну тут, скажут, что к нему, я думаю, больше местностные приезжают, дербанят, чем кто-то из далека, слишком далековато. Ну да. Ну место. Мне с моим спецком немножко добегать не очень в кайф, конечно. Пока еще. Да он, я не знаю, он, наверное, последний у меня в пою, потому что я вынырнул в эту дыру, побежал, и как бы он уже ехал сзади. Да. Ну как есть. То есть мы, в принципе, ничего не сломали, не украли, поэтому... А, он даже ворота открыл? Или нет? И претензий, в принципе, нет, закрытый. Претензий-то никаких к нам нет, потому что мы пришли, пофоткали. Единственное, да, без разрешения, но попробуйте найти на каждом объекте владельца. А, мы еще не выйдем. Ну, выйдем. Да, ну, один там он четко потерялся. Чего он там такого нашел? Блядь, застрял. Предательская дырка. Нет, там прикольный офис, короче, был. С кучей каких-то открыток новогодних, там прям реально склад новогодних открыток каких-то, короче. Мебель, стулья, телефоны стоят, короче, нормальный сохран. Вот. Нам жалко бы убежали. А куда делся этот? Ну, мы не убежали, мы ушли. Ну, да, да, да. Ну, я просто да, там быстро пробежался, короче. А ты за мной не вылез? Куда? Ну, с этой дырки. Так нет, с какой дырки, короче? Ну, с ангар. С ангар мы все вместе вылезали. Я за тобой, ты передо мной был, короче? Я побежал, и следом машина, как бы. Ну, я просто вылез и спокойно пошел из этой дырки, короче. Я видел, что вы убегаете, но, как бы, мне как бы лень бегать, короче. Я взрослый человек, для таких игроков убегать. Ну, ничего, в экшен поиграли. Ну, да, немножко забавно было, да. Мы в пятницу выехали, в Атву, Литва и вот в Польшу. На машине? Да. Ну, там, конечно-таки я устал, 6,5 часов просто по подземельям ходить. Они достаточно однообразные, но все равно интересно. И там вот такие, припинь, идешь где-то на потоке, такая куча летучих мушей. Да, да, да. Проходишь какой-то мест и какое-то время еще такая же куча. Ужас. Ну, прикольное местечко. Да. То еще как раз было время коронакризиса. Да, да, да. Один раз стоит посетить, прикольно. Как же это был рассадник. Мы видели конкретно, да. Хотя она же нарядная, вообще похер. Ну, как тебе? Что именно? Девушка. Лет ей мало. Как? Как и тебе. Я же говорю, ну, как и мне. Даже если бы ей было бы лет, ну, хотя бы на 10, на 15 старше, я бы ответил. Ну, так, Мик. Ну, не встречаюсь с малолетними. Ты офигел? Че я офигел? Мне самому-то мало. Я же говорил, найду я в свое время свою бабушку. Который будет мне борщи готовить. Мне не придется ходить всякие харчевни. То есть, ладно, ребята, напишите в комментариях, как вам наша новая спутница. Мы ее пока не представляли, пусть это будет в Риве. Возможно, в следующем видео. Я заказала любви с вареньем, с медом и со сгущенкой. Прям вообще такая чистая, бескалорийная. Ну, захотелось завершить эту поездку на сладкой ноте. А ты че? Че ты мне заказал? Что я буду кушать? Ты то, что я тебе заказал. Отлично. Это то, что я хотел. Да. Оплачивается, только труд оператора. Фотографа. Не фотограф-то тут. Ну, мне только твои фотки-то будут. Владимир Владимирович. Как бы вообще. А потом будешь говорить, скинь мне фотки. Скинешь. Все. Закрыли все. Ну, окей. Смотр на меня, или что, документы? Естественно. Я уже старый, больной человек. Мне 32 года. Да что вы говорите? Я ей доказал. Моё, она и доказал мне. У тебя лицо тут ровный возраст труднее определить, короче. Тебе может быть как и 15, так и 38. В то же время надо понимать, что вряд ли кто-то за 15 лет не будет. Да-да-да-да-да-да-да. Ну, люди хотели, требовали другого контента. Вот будет история. Что нужно будет у тебя, то есть у меня брать письменное разрешение на фиксацию. Ты сейчас вот прямо в видео скажешь, что ты даешь разрешение на съемку себя. Я иногда даю разрешение на видеофиксацию себя. А в данный момент? В данный момент. В данный момент я пью безалкогольное пиво, чего я вам советую в такую жару безалкогольного пива. Много. Тебе скажут, что ты не дождешься своей бабули, и это приведет тебя к резиновой женщине. Ну, не дождуйся своей бабули, приведет к резиновой женщине. Может быть, вы нам что-нибудь расскажете? Ну, осталось. Как обычное. Как обычное? Обычно я очень быстро устаю и хочу домой. И сегодня все как обычно. Устал и хочешь домой? А что дома? Дома лежать в кровати можно будет. Блин, прям мальчик. Почти кровать, короче, почти кровать. Я полюбил, пока я не буду несут. Я голодная. Ну, сейчас покормят тебя. О, несут. Пусть медиану мою ездят. Че? Я говорю, вот это прям топ. За это отдельный респект. Я много этого не буду, но мне это надо. Давай. Давай салба, короче. А, хот-пепер, соус, у тебя есть. Да я думал, ты гладнешь. Гонишь, что ли? Я понимаю, что я пробовал всякую дичь, в том числе самые острые орешки в мире, это, конечно, да. Но если что, мы останавливаться не будем, слышишь? Если у меня хукан заговорит. Ну, высунешь в форточку. Как раз ускоримся. Ну, выглядит, кстати, аппетитно. А это сверху грибочки? Да, 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 там гладонок с грибами. Ну, это не муговские грибочки. Они муговские грибочки. Пропыт, да? Да, да. Слушай, у тебя еда выглядит прям вообще, вот прям вишется на торте. Очень красиво. Ой. Ну, да. Это же инжир, малина. Бля, это, слушай, по сравнению с этой, короче, вот этой вот крестьянской едой, да, при картонской кушлице, выглядит, слушай, это на уровне вообще. Это чисто, это само, в инстаграм, фоточку. Да, чисто инстаграм был. Посмотрим, как у меня будет. Кстати, да? Вот я сегодня пушила. Черт сверху с вами, тоже. Говорили, заброзы кормят. Да, потому что ты не докавил, короче, в итоге все, она пришлось. Смотрите, она уже ест десерт. Мы не поели просто заброзы. Не, я единственный, кто поел на забросе. Прекрасные яблоки были, кстати. Яблоки, кстати, я тоже поел. Ну, вот. Блин, кстати, у меня тоже выглядит отлично. Это что за башеньки? Да, вообще выглядит просто охуенно. Прикольно, не так? Я прям не ожидал, что как бы у меня вкусно, но выглядит как-то не круто. Что за подстава? Всем приятного аппетита. И вам доволен.